Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Седьмая наша беседа, разбор выступлений Нидзорова Александра Глебовича, уроки атеизма. Как строить и восстанавливать так называемые храмы. Вот это так называемые, но настолько смешно. Ну а как не называемые они? Они служат храмом. Я начальник детского лагеря, и против меня поднялись все собрались, но главный враг был эта санэпидемстанция. Как они все уничтожали, как они клеветали. Вот приезжают, у меня клеенка чистая, столы закрыты, у вас нестроганные доски. Я говорю, ну вы же видите, что все прекрасно, строганные, опровергайте через суд. Дальше, у вас нет освещения, у меня огромная вот такая вот лампа висит, туртутная. Я говорю, ну вот же лампа, включаю. Опровергайте через суд. Да ладно, вступилась российская газета, Снегирева там. Вступилась Таисия за это. Прекрасные были статьи опубликованы, и откат. Но когда они судились, я подал на них суд, вот приезжает Смирнов. Кажется, Евгений Геннадий Евграфович, это санэпидемстанция села Мамонта, Алтайского края, на территории которого мы строим деревню. И вот он в суде выступает и говорит, и вот это так называемый лагерь, а судья была, кажется, Сухова, она говорит, прекратите. У них регистрация в отделе юстиции. И вот у них там жилые помещения, так называемые, это курятники, она прекратите и снова. И этими словами он ее оттолкнул так, что в его пользу ничего больше не было. Хотя он многое говорил и правильно. Да, действительно, у нас постоянного врача нету в лагере, но и заболеваний не было. Приезжал доктор медицинских наук. У меня почему-то евреи всегда в друзьях, вот это я все удивляюсь. Вот. Приезжал Шойхет Яков Нахманович, он замглавы администрации здесь был, когда-то операцию им не делал. Посмотрел все и говорит, ничего, в таких мазанках жили мы на Украине. И все эти, которые были против нас, они голову наклонили, они ниже его чином. И поэтому так называемая храма. А что значит так называемая? То есть они не соответствуют, ну какое-то пояснение бы дали. Да, это храмы. И они так зарегистрированы. Ну, то есть ему показывать не то, что не расположение, а тут какая-то, я не знаю, то ли глупость, то ли, как Исидор Пенсиот говорит, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Как это? Так называемая. Так называемый ваш предводитель, даже о Христе не можете сказать. Это у евреев была такая злоба, когда Господь рассказывал притчи им о Самарянине, милосердном. И рассказал о Самарянине, который поднял еврея же. Кто ближний был? Он не сказал Самарянина, оказавший ему милость. Иоанн Златоуз говорит, он даже не хотел произносить это слово. Вот что-то я здесь такое же вижу. В Деяниях апостолов. 2 глава 46 написано. И каждый день единодушно пребывали в храме. И преломляли по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. То есть то, что вы говорите о храмах здесь, я почти полностью с вами согласен. Когда храм Христа Спасители готовились, строить только еще, а я ввел занятия в школах, университетах, в летном училище. И меня всегда спрашивали, сбор денег был. И тут храмы восстанавливаются. Стоит ли помогать? Я говорил, не стоит. Храмы нужно строить своими силами. Если мы не можем построить, он не нужен. Тут написано, в храм ходили, которые уже построены, а ежедневно собирались по домам. Вот у нас здесь нет ни купола, ничего. Это обыкновенный дом, который, когда я выиграл, выиграл процесс. Я, освободившись, подал в суд. Но отвечать стало не КГБ, а городская администрация. 11 лет шел в суд, и я его выиграл. Выиграл одну, двухсотую часть. Общая стоимость была 11 миллиардов рублей. Тех еще. Что сказать? Оказалось, городская администрация не может выплатить деньги. Но Бог, опять Бог делает, хорошего дал пристава. И она к ним. И говорит, арестовые счета ни одному учителю не заплатите, пока слабки не рассчитаетесь. Ну и у нас встреча была, прокурор края. Там такие большие люди, мэр города. И я сказал, вы можете рассчитаться недвижимостью, нам молить себя негде-то. И вот это место нам дали. Я думал, что метров сто квадратное будет, а оказалось 226. Это два домика здесь, в одном я живу. Это Бог так делает. Что в доме мы молимся. У нас чисто по-апостольски. У нас ни одного рубля здесь нет. У нас свечки догорают, помигали, обязаны погаснуть. Нельзя тушить эти огарки, воровать. Чисто восковые на пасеке воск. Даже в этом, ну это мелко, это не спасение. Но у нас это в уставе обговорено. Деяние 4.34. Не было между ними никого нуждающегося. Ибо всех, которые владели землями или домами, продавая, приносили цену проданного. Вот у нас нуждающихся нет. Мы узнаем, кому нужно помочь. И стараемся складывать деньги и помогать. Кто-то заболел, кто-то разженится. Кто-то там покупает дом. Сколько только можно. Вот к нам приехали, даже они не православные, библейское общество. Булатов Алексей Владимирович из Новосибирска. Там сибирское отделение Всероссийского библейского общества. Мы сразу раз объявили сбор денег на переводчиков, которые переводят на алтайский этот язык. Но после он говорит, я везде теперь езжу и говорю, больше вас никто нам не помогал. Почему? А у нас народ пенсионеры бедные, но очень жертвенные. То есть это московская патриархия одним днем могла бы выправить положение-то. А они везде-то как ходят, выпрашивают, выпрашивают, выпрашивают. Они надоели всем, как горькая редька. По магазинам везде монашки шляются. Деяние 5.42. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Вот что нужно делать. Не с речки и жесть, не к адилам греметь, а благовествовать. И вы этого не видели в православных храмах. И поэтому вы фактически бьете это не по православию, а по тому искаженному сергианству, которое вы видите здесь у нас в стране. Матфея 24.2. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Все храмы сгорят. Они никому не нужны. Стройте храм духовный. Деяние 16.16. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, у христиан были молитвенные дома. Своих храмов у христиан не было. В первом веке, во втором, третьем мы еще даже об этом не знаем. Потому что власть была такая, которая не разрешала это делать. Второе, Коринфянам 6.16. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. И буду им Богом, и они будут моим народом. Вы об этом ни разу не говорите. По всей вероятности не знаете. Что если вы были храмом Божиим, были и учились там, ну может быть обратились когда-то, может быть. То сделать сердце вместилищем сатаны, так зачем это? И как это можно? Просто так безболезненно это не проходит. Я думаю, что у вас не было обращения. Да, оно нигде у вас не проявлено было. А знали вот это то, что вы видите сегодня в православии. И конечно это вам настолько надоело, и по всей вероятности были какие-то обиды. Вас спрашивают, что у вас за причина, что вы так переменились. Вы считали в 90-х годах себя православным, а теперь так. Я такой вопрос не задаю. Вы не были никогда верующим. И вам менять ничего нельзя было. Вы просто как все прилиплялись к этому, что видели вот это обыденное лже-православие. Иеремия 7.4. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Мне когда задают, я говорю, вопросы о храмах, ответ всегда один. Строить не надо. Все деньги, абсолютно все, бросить, впустить на издание Новых Заветов. И все это раздавать бесплатно. Как бесплатно? На свои деньги, купленные брошюрки, раздают так свидетели Иегова, они себя называют. В простонародье Иеговисты. Митрополит Кирилл Гундяев, еще будущим митрополитом, он говорит, это выступление у него в газете «Труд» было. У меня в книгах оно отображено. Что священники, видя, как люди хлынули в храм, думали, всегда так будет. Теперь иномарки появились. Ну вот народ отхлынул, храмы пустые. И когда вы говорите, что нужно заранее думать, что тут будут какие-то площадки, абсолютно правильно говорите. Я приехал в город Канк с Красноярского края, у меня тут ролик такой стоит. И там одна прихожанка, она с сокрушением сердца говорит, вот у нас тут в доме культуры мусульмане были, человек 500. И вот они тут как дома себя ведут. Я говорю, а почему нет? Они находятся в Российской Федерации. Я за то, чтобы мои слова, однажды не я, а озвучил их Владимир Вольфович Жириновский. Чтобы Японии дали земли, переселились они на пустующие земли здесь. Ну и была какая-то автономная. Учили, ну как область бывает, горно-алтайс, там щувашика, как в Америке. Приезжают люди, учат язык, и они же не враги какие-то. Они бы облагородили нам половину Сибири. И китайцев не надо отталкивать. Дали им землю сколько можно. Уже они все равно и занимают. Но чтобы они, изучая язык, подчинялись законам Российской Федерации. И вот митрополит Кирилл говорит, что надо менять тактику. Храмы пустые и выходить на распутье. И вот эта женщина говорит. Так что же получается? К нам они зашли, шапки не снимают. Я говорю, ну шапки должны снять. Но эти храмы будут принадлежать мусульманам. Об этом говорит отец Дмитрий Смирнов. Посмотрите, стоит крест. А там креста-то не видать. Какие-то финтифлюшки накрученные на балдажники. Просто, вот как у старообрядцев, чтобы поперечина была. Нет таких крестов. Ну то есть редко-редко где. А внизу полумесяц. А теперь это верхом. Мусульмане его отламывают. Уже полумесяц остается. Кого там ломать-то? Крест стоит выше. Он и так шатается от ветра. Ну что там в Боснии, Герцоговине, там где было? Что там было-то? Как ломали? Так и здесь будет. Не нужны эти храмы, в которых творится беззаконие и безобразие. Любой с улицы заходит, причащается, никого не учат. И только деньги, деньги, деньги. Ничего больше нет. Вы говорите, что вот вопрос при постройке храмов. Все это для управления. Слишком примитивно судите. Что для управления? А вот эти кадила, все атрибутики, для того, чтобы люди свечки покупали и уходили. Это не то, что примитивно. Прям первобытное мышление. А как вы ответите на житие святого Орлама и Асаафа? И Асааф царь? Царь огромной страны Индии. И он все оставляет и уходит в пустыню. А сколько таких было? Житие святых нам показывает. Какие были князья? Как они все оставляли? Оставляли и шли на служение Богу. Они, может, неправильно понимали в пустыне. Надо было идти к людям проповедовать. И думать, что люди идут туда ради прибытка. Везде это подставлять. Это не только неверно, а просто обман. Абсолютный обман. К евреям 11.25. Вот Моисей. Будущее мог быть престола наследником могущественной державы Египта. Но он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Временное греховное наслаждение проходит, а правда Божия остается. Лично я, зачем бы я пошел, когда у меня все. Я учусь в это время в высшем мореходном училище. Плавая на корабле. Добиваясь разрешения в Рижском мореходном училище сдать три курса. Три курса за год. По выбору комиссии. Английский, немецкий или французский. С выходом за границу. И в это время меня Бог находит. Я обращаюсь к Богу, и в один день мне этого ничего не надо. И завтра я уже гонимый оказался, меня уволился сам. А дальше полоса гонения, арестов началась. Для чего я это сделал? Какие-то деньги иметь я их оставил. Слава и счастья. Ну я кое-что уже имел. Теперь 50 лет я терплю поношение. Так трафаретно мыслить и всех под это подгонять. Ну это, тут только может быть такое огорчение на всех, которые вас огорчили. Это не соответствует действительности. В Откровении 21-22 читаем. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. Даже на небе храма не видели. Это тоже о чем-то говорит. А сейчас храмы, храмы закатывают, такие многоэтажные. Столько труда. Зачем? Кому эти нужны колокольни? Там вагоны кирпича. В этот храм Христа Спасителя деньги-то вложили там в золотые вагоны. Кто строил, там подписывают. Да строили товары, главным образом. Деяние 17-25. Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам бы и всему жизнь, и дыхание, и все. Конечно, не о крестном знамении говорится здесь, но он дает все. Не надо думать, что храмами мы угодим Богу. Ко мне как-то приехал сюда, вот здесь вот. Одно время приехал артист такой, может, слышали, Золотухин Валерий Сергеевич. И он тут в косихе, кажется, храм построил. Но я знаю его биографию, там, незаконно рожденный ребенок. Но это его вопрос. Но дело в том, что он думает этим, как ли откупиться. Я ему возьми, здесь и скажи, тут режиссер Кузнецов был, они вместе приехали, еще человек. Я говорю, главное, чтобы сердце было отдано Богу, чтобы жить по заповедям Божьим, что закон Божий дан на веки вечный. Я гляжу, он сразу, как говорится, скис. Я, ваши храмы, они никому не нужны. Там такие же будут беззаконники. На что вы строите, какие это деньги. Мы одно время, когда думали, как-то приобрести какой-то домик, чтобы в доме молиться. И в это время ко мне на работу приходит один человек. Приходит и говорит, я вас давно знаю, слежу за вами, вот вы выступаете, у вас такая жизнь, и вы гонимая все время. Я решил помочь, у меня деньги есть. Деньги большие. Принес саквояжик. Я говорю, а как эти деньги у тебя добыты? Ну, у меня открыто, тут магазины есть, и я торгую. Мне бы только взять, но я не могу, я христианин. Почему? Это не... Если бы я взял, я бы отдал бедным. Но он надает на храм. А храм это, ну, домик купить какой-то. А на храм нельзя принимать цену блудницы и пса. Собаку продать, кошку можно, а собаку нельзя. Сыну за нее вложить в храм. Он говорит, да я книгами торгую. А что за книги? А что вы меня допрашиваете? Он отвечает. Да потому что книги могут быть там порнографические, какие-то враждебные. Может, Майнкапп Гитлера, Ленина продаете. Ну да, книги всякие бывают. Извини, Сергей Сергеевич, принять не могу. Он никак не ожидал этого. Да что это за такая привилегливость? Я даром даю. Благодарю, но не принимаю. Это на храм. А у православных Московской Патриархии они такой вопрос никогда не поставят. Они этого даже не знают. У них блудницы в таких местах, вплоть до алтаря. В алтарь можно заходить и на престоле сидеть. Я не хочу просто называть, где это было. Как себя ведут? Антимин сперебленный. Ведро окурок выносят из алтаря. И вот Александр Глебович-то все это видел. И он говорит, и на пустом месте к нему надо прислушаться и исправиться. А через кого, говорит Господь, да с лицу заговорила Валаамова и остановила безумие пророка. Может он мучается за вас, Александр Глебович? Он не может от этого опростаться. Вы не слушаете? Он огорчается. Я же правду говорю. А теперь на него все там наседают священники, попы. Я гляжу, что когда они беседуют, то они больше чем наполовину неправильно его обвиняют. Надо прислушаться. У нас в стране, ну не у нас, а в России, до 1917 года было 57 тысяч храмов и 1275 монастырей. Это армия священников, которые будут расстреляны. И никто не шел на проповедь. Никто не шел благовестить. Я считаю, что на совести священства, церкви и особенно монашества, возникновение мусульманства, возникновение коммунизма, фашизма и все, что дальше будет вести к греху, эти люди могли быть другими, если бы вовремя с ними встретились люди, знающие Христа. Вот у Лескова много написано о жизни с церковнослужителей. Юморной такой был мужик из священнической среды, у него там родственники были. И что интересно, когда Ленину принесли на утверждение, ну разных поэтов, писателей, ученых, кому памятники ставить, он выщеркнул только одного, Лескова, Николая Семеновича. Он спрашивается, почему? И вдруг я узнаю, что священники его ненавидят. И говорят, а какая у него смерть была, это за то, что он все рассказывал. Он рассказывал, как было. И вот это как было, оно все перешло сюда. Я был за рубежом, много ездил по Америке, по миссионерскому фонду меня приглашали там выступить. Они любят узников. Даже говорить об этом, только начинаешь, на душе тяжело. Я говорю, вот вы, я слышал сегодня, говорите, мы, русская зарубежная церковь, мы сохранили православие в той чистоте, в какой оно было. Не то, что продажное. Тут Сергея Ани, они все исказили, коммунистов ставили в попов, там, ну и другое-то. Я говорю, вы можете подтвердить, что вы сохранили все как есть? А вы разве не знаете? Я знаю. Но подтвердите мне во всеуслышание, вот я сейчас выступаю, вот первый митрополит Виталий говорит, а за ним я говорю. Ну выйдите вы вперед меня, скажите. А потом я за вами. Ну вот, когда мне пришлось говорить, я говорю, вы согласны с этим, кто говорил, что у нас все так, как было в Савской России. Так, так вот это и погубило Россию. В гибели России виновата церковь. И не на 2, не на 3 процента, а на 100 процентов. Вешать Александра Ульянова никакой нужды не было. Абсолютно никакой. А он теперь мстил и под корень царское семейство. Сегодня уже об этом открыто пишут. Зачем нужно было гнать евреев? Оседло образ жизни, где-то там отдельные резервации. Им говорили, говорил не тот Авид-то, министр внутренних дел, что не дай Бог случится революции, евреи все потянутся в нее. Вот вам и еврейская революция. Никого не хотели слушать. Поэтому мы, христиане, никого не должны гнать, никого преследовать, ни на кого лгать. Я рассказываю, у меня когда суд был, меня судили за то, что я насчитал много пленок, архипелаг ГУЛАГ, трагедия церкви. И меня судили за это. И вот следователь находит, что пленки, и они говорят, что я дал. А в другом месте говорят, не я дал. Он говорит, ну вот иногда расходят сомнения. Кому верить? Я говорю, верьте им. Потому что там десятки людей. Я разве помню, кому я отдал. Тем более я деньги не брал за это. А им верьте. Он говорит, первый раз такое встречаю. И когда меня судили, мама пришла на свидание, Мария Егоровна, и вот все сидят там, где передачки передают, и все, моего сына посадили ни за что. И другая, моего ни за что. Моя мама послушала, говорит, о, женщины, как вам тяжело. А моего сына-то за что посадили? За дело. Она ее так вот, как за дело? Он проповедовал, и его за это посадили. Поэтому нужно идти правильно. Просите у Бога этот правильный путь и никогда не роптать. Вам, Александр Глебович, если вы не раскаетесь, будет очень и очень тяжко сейчас смерти. И на мытарствах их вам никогда не пройти. Я молюсь, чтобы у вас было подлинное раскаяние, изменение жизни, и вы были в вечных обителях Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...